Продолжение следует... Я так растерялась, это так неожиданно, и в такой момент, когда я... когда как раз... Простите. Алло, алло, да, с похищенными младенцами покончен, покончен. А, курильщики опиумов. Но это другое дело. Да, да, я вас слышу. Да, алло, да, задание выполнено. Да, погони не было, уверен, да. Да, жемчужное жерелье, бумажник, золотые часы. Да, все в порядке. Это вы! Куда вы заманили меня? Успокойтесь. Если вы жалеете, что пришли, и хотите жить так, как до вчерашней ночи, идите, будь свободен. Ради бога, не смейтесь надо мной. Я чувствую себя такой разбитой, такой ненужной. Вчера, когда я потеряла работу, и вдруг эти розы, и вы, и приглашение прийти сюда. Я собиралась, но я поняла, что не могу умереть, не узнав, кто вы, и что это за дом, где все такое странное. Послушайте. С тех пор, как стоит мир, существует общественная благотворительность. Одни пытаются восстановить с ее помощью справедливость. Другие на ней наживаются. Но никто до меня не думал, что она может быть искусством. Искусством? О немощах тела заботятся многие. Но думают ли о тех, кто никогда не видел осуществленной мечты? О тех, чья жизнь не была внезапно освещена тайной и надеждой? Не понимаю. Помните привидение, которое появлялось в квартале Лилас? Конечно. У нас на работе целых три месяца только о нем и говорили. А что говорили? Всякое. Все больше о душах, чистилища. О душах. В деловом квартале, где всегда говорят только о цифрах. Три месяца говорили о душах. Вот вам дуновение тайны. Но не верите же вы, что привидение на самом деле появлялось? Как же мне не верить, если привидением... ...был я сам. А вы сомневаетесь, что сеять волнение и иллюзии такое же достойное занятие, как сеять хлеб? Это может быть забавной игрой, но какая же в этом польза? Польза? Скажите мне, где бы вы сейчас были, если бы я не затеял эту игру вчера ночью? Ну, а всегда выходит хорошо. Бывают и провалы. Один юноша никак не мог признаться своей девушке в любви. Он решил написать письмо и не знал, с чего начать. Он сидел один перед окном, перед пустым листом бумаги. И вдруг за окном запел соловей. Мы думали, что соловей вдохновит его. И не вышло? Вышло. Он написал целую поэму. Но стихи оказались такими плохими. Девушка прогнала его. Полный провал. Как жалко. Вы все так хорошо придумали. Скажите, а соловьем тоже были вы? Я? Нет, я не умею. У нас есть специалист. Великолепно подражают разным птицам. Иногда мы посылаем его в сад к тому юноше. Пойдем, пойдем, пойдем. В утешении. Скажите, а бродяга и жемчужное колье? Вору воров золотые руки. Он занимается мальчишками с преступными наклонностями. Понимаете? Понимаю. Когда они... Он идет за ними и... Ну, а потом? А потом кразиное возвращает владельцам, а воришка получает письмо. Мальчик, пожалуйста, не делай так больше. Иногда дает результаты. Хотите остаться с нами? Но... Что же я могу делать? Я... И ни на что не гожусь. Вы видели? Иногда довольно букета роз, чтобы спасти жизнь. А у вас такая прелестная улыбка. Благодарю. Это не комплимент, а деловая характеристика. Случалось ли вам проходить мимо тюрьмы? Зачем? Там же такое грустное место. Там только пустырь и мусор. Да. Но на пустырь выходит окно. На нем решетка. А за решеткой стоит человек. Он всегда один. И у него всегда только этот пустырь перед глазами. Пройдите там завтра в полдень. Посмотрите на него. И улыбнитесь. Больше ничего. И послезавтра пройдите в тот же час. И на другой день. И еще на другой. Не понимаю. В тюрьме хуже всего пустота. У времени нет конца. Когда тот человек увидит, что чудо повторилось, ему и ночи покажутся не такими длинными. Согласна? Согласна. Алло. Да. Пускай войдет. А он действительно не подражаем. Вашим это отрептиц. Вот это? Ну что вы, наш работает куда лучше. Это поет настоящий соловей. Пройдите сюда. Моя секретарша ведет вас в курс дела. Здравствуйте. Проходите. Проходите, пожалуйста. В чем могу быть полезна? Если кто-нибудь в мире может спасти меня, то только вы. Мы сделаем все возможное. Говорите. Судьба сложилась так, что мы с женой воспитывали нашего внука. Мы были плохими воспитателями, позволяли ему слишком много. И вот началось подозрительное знакомство, карточные долги. Мы все терпели. Однажды я вошел и увидел, как он пытается взломать мой письменный стол. Произошла сцена. Он пытался поднять на меня руку. Мне стыдно вспомнить об этом, но я ударил его по лицу. А скоро после этого он ушел из дому, прихватив бабушкины драгоценности. Вы что-нибудь знаете о его дальнейшей судьбе? Увы. От игры он перешел к контрабанде. От уличных драк к подлогам и грабежам. Бабушка ничего не знала. Она никогда не упрекнула меня. Но ее закрытый рояль, ее кресло спиной к окну, ее молчание год за годом. Это хуже любых упреков. И вот, наконец, она получила письмо из Канады. Вы не могли прихватить письмо? Оно же могло ее убить. Напротив, оно вернуло ее к жизни. Три страницы великолепных обещаний и трогательных воспоминаний. Извините, я так глупо поспешу сделать вывод. Нет, это теперь вы торопитесь с выводом. Письмо написал я. Вы? Что же мне оставалось делать? Моя бедная жена молча умирала день за днем. А эти три страницы открыли ее рояль и повернули ее кресло к окну в сад. Но переписка продолжилась. Вот наш внук. Окончил университет. Стал архитектором. Женился. Путешествует. А потом бабушка получила телеграмму. После двадцати лет отсутствия он сообщает о своем прибытии. Какого дьявола вы послали эту дурацкую телеграмму? Ну да и дело, что телеграмма была настоящая. Восемь дней назад он отплыл на пароходе Сатурния. Но не успел я придумать как подготовить бабушку как новый удар. Сатурния пошла ко дну. Никто не спасся. Ваша жена знает? Она не должна знать. Я перехватил все газеты. Выключил телефон. Знаете ли вы, что такое двадцать лет думать только об одном дне? И когда он наконец настал опять ничего нет. Опять горе. Но что я могу сделать? Вы много чего придумали но против смерти мы пока еще ничего не нашли. К ней должен приехать внук. Тот из писем. Нам удавались и более трудные роли. Мальчик мог сильно измениться за двадцать лет. Ну, предположим, я приехал. А потом что? И оставаться же мне там навсегда. Только несколько дней. Не говорите нет. Вы не можете ей отказать в нескольких днях счастья. Хуже всего, что это дело мне чертовски нравится. В хорошую историю мы попали. Университет сойдет. Путешествия тоже. Подучим географию. Ну, зачем вы все так усложнили? Почему архитекты? Я ни черта не смыслю в архитектуре. Это не страшно. Бабушка тоже. И какого дьявола вы его женили? И взяли ему устроить внезапный развод? Что бы. Бабушки на этот счет очень твердые взгляды. Эта женщина нас погубит. Постойте. Алло, Елена. Срочное поручение. Полный гардероб до синьориты, а ее саму ко мне. Синьора, я счастлив представить вам дедушку вашего супруга. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Он так любил спать на воздухе. Бывало иногда летом. Полезет ночью в сад. По этой ветке палисандр. Помнишь, ты хотел ее срезать. И был прав. Она все окно закрывает. Да бог ним с окном. Я знала, что мальчик вернется. Кто знает, может, он опять захочет спуститься в сад. Как тогда? Какая она? Кто? Кто же может быть? Изабелла, его жена. Признуешь к ней? Возможно. Воспитываешь. Растишь его день за днем. И корь с ним перенесешь. И алгебру. Она вот так просто, откуда ни возьмись, придет и своими беленькими ручками заберет его у тебя. Хорошо еще, если она его достойна. Слышишь? Открывай. Бабушка, открывайте, а то я обрезаю в окно. Бабушка! Такой же сумасшедший! Фернандо! Бабушка! Дай на тебя посмотреть. Глаза мне теперь плохо служат, но они помнят, помнят. Господи! Как изменился! Но глаза такие же! Веселые! Вот, золотая искорка, ее я ждала, за нее-то я все прощала, и ты это знал. Бездельно! Ну, хорошо, что хоть что-то еще осталось. Да и тебя разглядеть! Вот сюда, к свету! Подожди, ведь Фернандо не один приехал. Ой, простите меня. Сеньора! Нет, не так. Обними меня. Ничего, что я говорю тебе ты? Так-то будет легче. Тебе здесь нравится? О таком доме я мечтала всю жизнь. Фернандо столько мне рассказывал. Там кухня с большой старинной плитой. Наверху большая гостиная. Там висят много портретов и швейцарские часы, когда они бьют, как будто ты в маленьком соборе. Говори еще, Изабелла! Говори! Там снаружи ветка Палисандра. Ты это знаешь? Палисандра. Палисандра. Пойдем, поможешь мне достать торт из духовки? Палисандра. 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 Палисандр. 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 А может быть, Фернандо расскажет нам про его работу? Я строю дома, все большие отели. Да, мне бы хотелось, чтобы ты решил эту проблему готических соборов. Одна треть из камня, две трети из стекла. Ты архитектуру изучала? Сначала я ни слова не понимала, но ведь я сдала все экзамены вместе с тобой. Ой, я еще не все забыла. Диаметр сферического купола, расположенного между четырьмя фурусами, должен быть равен диагонали квадрата на плоскости. Почему ты на меня так смотришь? Разве не так? Так, ну что мы все, про работу. Да, действительно, Забелла, сыграй нам на рояле. На рояле? Да, мне бы хотелось услышать ту балладу, которую ты пела, когда Фернандо в первый раз встретил тебя. Ну что ты, дорогая, музыка в такой час. Ты играешь? Полерарабеля. Одним пальцем. Черт. Дело в том, что... Что с тобой? Ничего, стекло. Ты поранила руку? Ничего, поцарапала только. Жалко, что мы остались без музыки. Почему же? Я сыграю что-нибудь. Если счастье в дом порой не найдет саму дорогу, Мы заботливой рукой подтолкнем его немного. Поги удачи за пёстрый хвост, среди петёщих по небу звёзд. А если сразу не повезёт, то дай фантазии полный ход. Гладкость слов, кроворство рук, всё ж не повод обольщаться. Поги удачи за пёстрый хвост, среди петёщих по небу звёзд. А если сразу не повезёт, то дай фантазии полный ход. Коль печаль вступила в дом, и на сердце тяжко что-то, Серенаду пропоём, только без фальшивой ноты. Поги удачи за пёстрый хвост, среди петёщих по небу звёзд. А если сразу не повезёт, то дай фантазии полный ход. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Слава Богу, кончилось. Никогда в жизни мне так трудно не приходилось. Да, старушка опасная. И память какая. Она годы и годы ни о чём другом не думает. И что бы с ней стало, если так-нибудь всё открылось. А завтра опять этот парс. Ты боишься? Это, наверное, очень хорошо, что мы делаем. Но когда я на неё смотрю, как она только этим живёт. И такая счастливая, как девочка. Мне хочется крикнуть ей всю правду и просить прощения. Игра у нас слишком жестокая. Я именно этого и боялся. Комедию мешало сердце. Так вы ничего не добьёмся, Изабелла? Я старалась, как могла. Разве я плохо всё делала? Сначала неплохо. Эта робость, когда обошли, потом эту сцену вспоминали, очень хорошо. Но потом, когда ты бросилась к ней, я больше не могла. Я ведь тоже знаю, что такое жить одной и ждать. Так нельзя. Искусство не тут делается. Оно делается тут. Помнишь, с таким удовольствием я ел-то ореховый торт с мёдом? Но если в мире есть две вещи, которых я не выношу, это мёд и орехи. Вот что я называю мастерством. Значит, это объятие. Такое крепкое. Песло. Она даже заплакала. Всё было продумано. Через слёзы трудно рассмотреть, как следует. Ты понимаешь? Видимо, мне ещё многому учиться. Что с тобой? Ты совсем другая сейчас. Может быть, это ты для меня стал другим. Помнишь, когда ты мне сказал, что твой имитатор коет лучше, чем соловей? Ты серьёзно это говорил. Совершенно серьёзно. Какая-то птичка. Какой чудесной она бы не была. Она не может сравниться с артистом. Значит, ты правда считаешь, что искусство важнее, чем жизнь? Посмотри на тот палисандр вон там, в саду. Завтра он умрёт. Как умирают деревья. Стоя и молча. И никто не вспомнит о нём. А вот если его нарисовал бы великий художник, он жил бы вечно. Подожди. Я ещё хотел похвалить тебя за этот трюк, чтобы не играть на рояле. А, с рукой. Тебе понравилось? Я и сам бы не сделал лучше. Чем бы нарисовала кровь? Помадой? Помадой. Поздравляю. Что с тобой? Ничего. Нервы. Ты правда поранила руку? Мне не пришло в голову, как это ещё можно сделать. Ведь ложь надо придумать. А правда, это так легко. Ты не обидишься, если я тебе кое-что скажу? Ты никогда не будешь настоящей актрисой. У тебя для этого слишком много сердца. Спасибо. Это самое лучшее, что ты сказал за сегодняшний вечер. А ты не обидишься, если я тоже кое-что скажу? Говори. Если когда-нибудь исчезнут все деревья, кроме одного, я бы хотела, чтобы это был тот палисан. Спокойной ночи, Ферненко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Изабелла, посмотри мне в глаза и отвечай честно, что вы оба от меня скрываете все эти дни. Я вас не понимаю. Очень хорошо понимаешь, что происходит у тебя с Фернандо. Ради бога, что вы подозреваете? Сегодня утром ты была одна в комнате. Фернандо спал в соседней. И это всё? По-твоему, это мало? Может, вы больше не любите друг друга? Нет, бабушка, как вы могли даже подумать. Просто там из сада много комаров. Фернандо не может спать. А ты можешь? Что это за супруги, способные расстаться из-за комара? Там не один их, целая куча. Когда мне было столько же лет, сколько тебе, меня не могли оторвать от мужа. Все десять казней египетских. И вы решили, что мы с Фернандо не любим друг друга? В моём присутствии даже слишком. Но что-то у вас лута. Ты как будто рабеешь перед ним. Как будто он хозяин. Вы не можете понять, что такое для меня Фернандо. Он больше, чем любовь. Он вся моя жизнь. В тот день, когда я его увидела, я была в таком отчаянии. Я была... Я бы умерла в углу, как собака. Он прошёл мимо меня. С букетом роз. И одно только слово. Это слово мне всё вернуло. Тогда я поняла, что принадлежу ему навсегда. Так безумно. Любишь его, девушка? Если это безумие, благословенно безумие, благословенны его глаза, даже если они меня не видят. Ведь не обязательно быть любимой. Надо только любить самой, чтобы быть счастливой. Не понимаю, радоваться мне или нет. Сначала я боялась, что ты не любишь его. А теперь я почти боюсь, что ты любишь его слишком сильно. Внучка исповедуется бабушке. Тем хуже для внука. Он же супруг. Почему ты думаешь, что мы говорили о тебе? Разве у нас не может быть других тем? Ну, понятно. Говорили о тряпках, да? Конечно. Дай бог тебе всегда так хорошо угадывать. Изабелла жаловалась на меня? Наоборот. Я рассказывала, как я счастлива. У некоторых женщин очень своеобразная манера быть счастливыми. Попробуй это понять, а то ты слишком прижим, что тебе всё падает с неба. Возьми. Ведь это тебе очень нужно. Что это? Сетка от комаров. Какие комары? Мне пришлось выдумать. Бабушка видела, что ты спишь в другой комнате. Чёрт! Так я и знал. Не волнуйся, всё улажено. Рядом с тобой так легко приучаешься врать. Очень деликатный способ назвать меня лгуном. Человеком с воображением. Это был комплимент твоему мастерству. А у меня хорошая новость. Да? Завтра с утра мы получим телеграмму из Канады, а к вечеру два билета на самолёт. Это и есть твоя хорошая новость? Чем же плохо? Так сразу. Немножко трудно. Ты же сама говорила столько раз, что это жестокая игра, что ты не можешь. Так и было вначале. А теперь... Ты не мог бы подождать ещё немножко. Ну, хоть один день. Я всё меньше тебя понимаю. Ты отлично справилась с исключительно трудной ролью. А теперь, когда мы дошли до заключительной сцены... Меня пугает именно то, что ты называешь заключительной сценой. Прощание. Пустяки. Самое простое из всего. Немного дрожи, когда будешь упаковывать чемоданы. Предмет, нечаянно уроненный в молчании. Гораздо выразительнее, чем снова. Почему ты так смотришь на меня? Меня поражает, как все вы мечтатели видите ясно только то, что далеко от вас. Скажи мне, Фернандо, какого цвета глаза у Джоконда? Тёмно-оливковые. А мои? Твои? Ну, сейчас я даже не мог бы сказать, какого цвета глаза у меня. Сыроватый карие, когда ты смеешься золотой искоркой, когда ты говоришь, а думаешь о другом, затягиваются такой дымкой. Прости меня. Не за что. Если завтра, когда я буду упаковать чемоданы, у меня что-то пойдёт из рук, как будто нечаянно, не беспокойся, это будет как волнение, просто у меня хороший учитель. Ты мне эту книгу искал? Последнее открытие в архитектуре. Я только что сам сделал одно сенсационное открытие. Открытие? Когда? Вот сейчас. В результате длительных изысканий я пришёл к выводу, что я полный идиот. Кто вы? Как вы сюда попали? Неужели я так сильно изменился за эти 20 лет? Фернандо? Но ведь Сатурния! Такие, как я, не путешествуют под собственным именем и не сообщают название корабля. Полиция бывает очень любопытна. Ты вернулся? Мне позарез нужны деньги. Неужели через 20 лет ты только за этим и приехал? Мне нужно 200 тысяч. Откуда у меня такая сумма? Если я не ошибся в расчётах, дом стоит даже несколько больше. Ты способен выгнать нас из этого дома? Это из-за тебя. Я уехал из этого дома. Ты мне должен, и даже если ты так не считаешь, бабушка мне не откажет. Послушай меня, Фернандо. Бабушка ничего об этом не знает. Для неё этот испорченный мальчик стал счастливым. Он вырос, выучился, женился, он приехал к ней. А-а-а, рождественский рассказик. Жаль, что я вышел из этого возраста, и они меня как-то не волнуют. Где бабушка? Госкарико, сейчас вы выйдете со мной из этого дома. Кто вы такой? Потом. Сейчас бабушка войдёт в эту дверь. Если вы произнесёте при ней хоть одно слово, я вас убью. Молчите. В жизни не слыхала такой чепухи. Ой, простите. Я думала, вы одни. Ничего. Сеньор ошибся адресом. Я покажу ему дорогу. Вы идёте? Фернандо! Я сейчас, Азабелла. Я сейчас, Азабелла. Азабелла. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Никакой надежды. На него не действуют ни мольбы, ни угрозы. Значит, все будет разрушено в одну минуту на наших глазах. На его стороне сила и правда. Ты казался мне всесильным волшебником, чудотворцем. Любую печальную истину мог ты изменить чудесной игрой воображения. И я пошла за тобой с закрытыми глазами. А теперь стоишь передатой низкой истиной и ничего не можешь сделать. Мы сами дали ему карты в руки. Он может спокойно шантажировать нас. Но надежды нет, Азабарова. Нет. Тогда, по крайней мере, расскажи бабушке всю правду сам. Зачем? Это как снять повязку. Ты можешь это сделать мягко, нежными пальцами. Не жди, пока он сорвет ее резким рывком. Я не решусь. Я боюсь увидеть рану. Мы сами нанесли ее, а вылечить не можем. Уедем отсюда, скорее. Твой спокойный и удобный дом. Развлекаться выдумыванием снов, у которых такое пробуждение. Нет, Фернандо, поезжай один. Не думаешь же ты здесь остаться? Ах, если бы я могла. Но я хочу вырваться из этой выдуманной жизни. Не для того, чтобы вернуться вместе с тобой в другую жизнь. Такую же фальшивую. Куда же ты поедешь? В свою старую жизнь. Послушай меня, Фернандо. Однажды одинокую девочку вытащили из ее мира. И перенесли в новый, чудесный, как сказка. И сразу дали все, чего у нее не было никогда. Семью, дом, окруженный деревьями. Медовый месяц. Но я не хочу опять заснуть, потому что боюсь снова проснуться. Прости. Мне тоже нужно было пожить в этом доме, чтобы найти свою истину. Хочешь, я скажу тебе теперь, какого цвета у тебя глаза. И как меняется цвет, когда ты открываешь окно. И когда смотришь на огонь. И когда я пришел, и когда я ухожу. Фернандо. По-видимому, сеньор не нуждается в приглашении. О, видимо, моя мнимая супруга. Ну и балаган же вы здесь развели. Трогательные письма, влюбленная чета, счастливая бабушка. Маленькая сказочка с моралью и всем прочим. Жаль, что она так глупо закончится. Вы понимаете, что одно ваше слово убьет ее? Ну что ж, вы знаете условия. Двести тысяч стоит жизнь вашей драгоценной бабушке. Дешево, а? Подлец! Что здесь происходит? Сеньор пришел проститься. Ведь вы уезжаете, правда, сеньор? Я не для того проделал столь длительное путешествие, чтобы возвращаться с пустыми руками. Это неправда. Не слушайте его, бабушка. Что с тобой, Изабелла? Что за манера принимать гостей? Простите ее, она немного нервна. Оставьте нас. Мне кажется, сеньор хочет сообщить мне что-то важное. Нет, не хочет. Я сама вам скажу потом, когда он уйдет. Довольна, Изабелла. Идите в сад. И не возвращайтесь, пока я вас не позову. Слышите? Идите. Так значит, вы предприняли длительное путешествие, чтобы поговорить со мной? Откуда же вы прибыли, сеньор? Из Канады. Хорошая страна. Мой внук тоже приехал оттуда. Вы ведь знакомы с моим внуком? Да, возможно, даже лучше, чем быть сами. Может быть. Мы ведь так давно не виделись. Когда он ушел из дома, я за него боялась. Голова у него была горячая. Но я верила в его сердце. Я знала, стоит ему только вспомнить обо мне, и он не сделает дурного. Так и случилось. Стали приходить письма. С ними новая жизнь. И, наконец, он сам приехал ко мне. Я знаю эту историю, но я не могу понять, как вы в вашем возрасте смогли поверить в это? В чем вы хотите убедить меня? В том, что этот веселый мальчик не внук мне? В том, что мой настоящий внук, этот несчастный подлец, это ты приехал сказать мне, Фернандо? Значит, ты тоже участвуешь в этом фарсе? Я не знала, пока не увидела тебя. Это было так страшно, но я ждала до конца. Доброго слова, раскаяния, колебания, что-нибудь, чтобы простить тебя. И не дождалась. Мне нужны деньги. Я знаю. Двести тысяч стоит жизнь вашей драгоценной бабушки. Нет, ты ошибаешься. Она столько не стоит. Я бы отдала ее тебе за одну слезу. А теперь, если в тебя осталось хоть что-нибудь человеческое, уходи отсюда. Сейчас же. Тебя раздражает даже мое присутствие? Разве ты не видишь? У меня кончаются силы. Мне трудно стоять. Я не хочу упасть перед тобой. Вон! Ты... Вон! Бедная моя. Ничего. Сильная боль прошла уже. Дети ничего не слышали? Ты не хочешь им говорить? Ни за что. Я обязана им лучшими днями моей жизни. И теперь я хочу сделать что-то для них. Жизнь моя кончена. Но я стою, как деревья. Фернандо! Изабелла! Что за печальные лица? Время печалится будет завтра. Тот человек ушел? Странный человек. Он ничего не сказал? Казалось, он хочет сказать что-то важное. Но у него пресекся голос. Он повернулся и ушел. Срежь ту ветку, Палисандра. Я думаю, детям будет приятно взять ее с собой на память о доме. Ах, да. Рецепт наливки. Я чуть не забыла. Возьми карандаш, Изабелла. Я буду диктовать. Взять воды со спиртом поровну. Ты не будешь писать, Изабелла? Всегда, бабушка. Мне бы хотелось видеть большие леса и санки. Два белка хорошо взбить. Когда-нибудь, когда у вас будет сын, горькой апельсиновой корки, хорошо размоченной. Две капли розовой эссенции. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Секретарша Женя Хацан Нищий Паша Мастинский Первый Банько Алят Герович Второй Банько Андрюша Кириллов Леша Фарболь КОНЕЦ 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушки в Альбове Мерва Ингабелла Лизг Войнтром Мерва Ингабелла Лебок Литов Мерва Ингабелла Эдик Минов Марвел Верман Мерва Ингабелла Андрей Хейсин Композитор Андрей Гешевский Привет, Сергей Павлович! Привет, Шарик Кириллов! Спасибо всем депараторам! И всем, кто помогал нам с красивыми. Ревиссуры! Постановка, сценарий и вся ревиссура. Юля и Максим Абрилович! Молодцы! Спасибо!